Добрый день, уважаемые коллеги! Немножко извиняемся за задержку. В советские годы было принято сравнять все с 2013 годом. Сегодня мы тоже будем сравнивать. Точка отчета в новой истории России, это был, наверное, 91-й год. И сегодня мы об этом будем говорить, будем заглядывать в будущее и оглядываться в прошлое. И, наверное, мы сразу начнем. Пожалуйста, Святослав Михайлович Сокол, дипломат Скунтуны. Ваши общие оценки ситуации в обществе с гражданской точки зрения? Спасибо. Я думаю, что сегодня подавляющее большинство граждан России, представителей средств массовой информации понимают, что за 20 либеральных лет, за 20 лет, когда проводилась архи-либеральная политика в стране, ситуация в стране сложилась крайне негативной. Мы видим, что те, кто отстаивал позицию такой вульгарной рыночной экономики, привели к страну к тому, что разрушена сегодня фактически половина, исчезла половина производственных, в том числе крупнейших системообразующих предприятий, о том, что страна оказалась в продовольственной зависимости, ну и что касается культурно-нравственных оценок, то я думаю, вам совершенно очевидно, что это деградация нашего общества, если говорить очень коротко и в целом. То, что сегодня наша пресс-конференция проходит в преддверии выбора, очень важных, исторически важных для страны выборов президента России, и накладывает, в том числе и на каждого гражданина, необходимость еще раз по возможности объективно переценить, где мы находимся, что же нам делать, куда нам идти дальше. Я думаю, что итоги выборов в декабре, выборов в Государственную Думу, послужили определенным толчком для того, чтобы встряхнуть то сознание, которое с помощью, извините, в том числе и представителей средств массовой информации, все эти годы вводилось в некое русло, что все хорошо, идем в нужном направлении, не надо раскачивать лодку, как это часто звучит, все будет нормально. Схема построения финансово-экономической схемы и политических отношений в обществе правильная. Что же мы видим на самом деле? Даже реализация принципов конституционных прав человека, которые заложены в ныне действующую конституцию и в законы, не просто были нарушены в ходе прошедших выборов, а было цинично вопиющее нарушение элементарных избирательных прав граждан России. И как следствие то, чего иначе. Даже, скажем так, приглушенное сознание с помощью такой массированной обработки средствами массовой информации сознания нашего общества, оно встряхнулось. Люди, увидев, как реализуются те принципы, которые провозглашаются, увидев, что это элементарный циничный обман, не могут дальше терпеть. Нам, конечно, здесь иранжевость какую-то определенную часть приписывает со стороны исполнительной власти. Я имею в виду нам, тем, кто протестует против того, что происходит в стране. Наверное, отчасти силы, которые потеряли власть и сегодня хотели бы вернуться в Кремль, хотят использовать это протестное настроение. Но я думаю, что эту часть мы можем определить как несколько процентов, если определить за 100% протестующих. Не более того. Остальные требуют законности, честности, требуют того, чтобы их, наконец, признали гражданами своей страны. И власть начинает маневрировать, как мы видим. Заявляется о том, что все хотят честных выборов, заявляется о том, что неважно на то, кто победит, важно, чтобы это было честно, ну и так далее. Но мы-то прекрасно видим сегодня, что, да, несколько притуплено вот те действия, которые власть сегодня применяет перед выбором. Но мы же видим очевидный дисбаланс предоставления кандидатам эфирного времени. От этого во многом зависит, в том числе, и разъяснение наших позиций, нашего кандидата. Мы представляем здесь Зюганова Геннадия Андреевича. Мы видим о том, что выстраивается некая административная вертикаль. Вновь выстраивается. В нашем городе, например, лица, руководящие этим процессом из Крымля, оставшись недовольными результатами, поменяли команду. Мы знаем, что сейчас тут другая команда рулит этим процессом. Мы знаем, что выстраивается некая схема опять определения цифр, которые должен получить один из кандидатов. Это что, подготовка к честным выборам? Это что, реакция на тот протест массового сознания, который в стране идет? Я думаю, что это игнорирование всего и желание дно – всеми способами удержаться у власти. А с другой стороны, давайте посмотрим, а что предлагает? Что предлагает тот же наш господин Бутин, как его называют кандидат номер один, перспективить для страны? Если ранее он вообще ничего не предлагал в своих предвыборных программах, то сейчас публикуются периодически, еженедельные его статьи. И если внимательно посмотреть, то те обещания, которые мы уже много раз слышали, они повторяются. Повторяются для того, чтобы вновь притупиться в знаниях граждан, чтобы получить власть, а дальше, скорее всего, ничего не будет реализовано, потому что реализовать то, как это предлагает кандидат номер один, сегодня в России невозможно. Один из принципов, которым расходится команда Геннадия Андреевича и остальные команды, должен вам сказать, это вопрос о национализации. От этого вопроса России не уйти. Других сырьевых, природных, богатых вот таких в таком смысле стран, в мире не так уж и много, как Россия. И использовать эти возможности, интересы нескольких десятков олигархов, это просто глупилщая несправедливость. Не говоря о том, что мы, наша страна входит, фактически весь мир входит в некий финансо-экономический стресс, который кризисом называется, и который, безусловно, им сегодня очень трудно, на нас невозможно в этой системе ценности преодолеть. И Россия оказалась в полной зависимости, в большей степени даже, чем другие страны, поскольку производство, о чем я сказал, и мои коллеги наверняка подтвердят это, наполовину разрушено, своей продовольственной базы осталось тоже очень немного. А возможности реализации у страны огромные. И наш кандидат, кандидат в президенты Геннадий Зюганов, в своей программе, которую образно вы, наверное, знаете, представлено как 3 плюс 7 плюс 5, имея в виду направление реализации в международном отношении, в производственном, в социально-экономическом, реализация этой программы дает возможность выхода страны из того тупика, куда ведут предложения кандидата номер один. Поэтому мы думаем, что то осознание, то осмысление нашей программы, которая, безусловно, в том числе и с представителями СМИ происходит, дает возможность и право заявлять нам, что выход у страны есть с учетом возможности избрания президентом страны Зюганова и прихода к власти другой команды. Спасибо. Спасибо.